Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю бараньи ребрышки. Я уже делал бараньи ребрышки разными способами, но сегодня у меня очень интересный, жирный кусочек ребрышек. Они достаточно молодые, и я хочу их опять приготовить. У ребрышек вот такой хороший слой жирка есть. Сверху сорочина, я ее не снимал. Это овечка. Она весила 30 килограмм. Ребрышки достаточно тонкие, то есть она молоденькая, и где-то 1,5-2 годика. Но из-за того, что у нее вот такой хороший кусочек жира, и под ним еще мяско, я хочу эти ребрышки приготовить целиком. Сначала я хотел готовить их на сковороде, но потом увидел все-таки, что вот такая пленочка, о которой я в каждом видео говорю, что на ребрах есть пленка под мясом и под жирком, и ее никак не размягчить, кроме длительного приготовления при низких температурах. Поэтому я решил все-таки поставить ребро в духовку, но не на самую маленькую температуру, а градусов на 130. Для того, чтобы подчеркнуть вкус ребрышек, я буду использовать такие приправки. Это ягоды можжевельника, зерна горчицы, сумах, зерна кориандра, имбирь и орегано. Сейчас я сниму пленку, которая покрывает ребра с внутренней стороны. Пленочка очень жесткая, но снимается достаточно легко, если использовать острый нож с тонким лезвием. Пленочку с ребрышек я снял. Это достаточно просто, если есть желание. Но я думаю, наши усилия, они очень хорошо вознаградятся. Теперь приготовим пряную смесь, для того, чтобы бараньи ребрышки были очень вкусными и аппетитными. Пол чайной ложки ягод можжевельника, 2 третих чайной ложки зерен горчицы, зерна кориандра, 1 чайная ложка, и еще одна. 2 чайных ложки. Молотый имбирь, 1 чайная ложка. Орегано, 1 чайная ложка с большой горкой. Сумах, чайная ложка. Тряности от тщательной растолку в ступке. Очень хорошо слышны ягоды можжевельника. Обожаю этот легкий хвойный аромат. Рёбрышки я слегка поливаю растительным маслом. Это сделано для того, чтобы пряности легче передавали свой аромат мясу. И также немножко сделать его сочнее. Здесь уже пряности с солью. Хорошенечко посыпаю. Дойти упитанного барашка, но не жирного и молоденького, это большая удача. Эта овечка как раз из этой серии. Поэтому я думаю, ребрышка будет очень вкусная и ароматная. Сделаем небольшой массаж по ребрышкам. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Я постараюсь ребрышки приготовить так, чтобы вот этот жирок, он не весь вытопился. И когда он немного остынет и будет таким более плотным, он был очень вкусным. Таким, как это бывает, когда мы готовим свиную рудку. Часть ребрышек без жира я заворачиваю вовнутрь, в серединку. Ребрышка я еще раз складываю и получается вот такой замечательный, красивый рулет. Весь сверху обернутый толстым слоем жирка. Чтобы он держал форму, я его скреплю кулинарной нитью. Вот такой красивенький рулетик получился. Но это все-таки ребрышки. Сейчас я их обжариваю на чугунной сковороде и отправляю в духовку. Я достал ребрышки со сковороды для того, чтобы очистить сковороду вот от этих приправ. Чтобы приправы в духовке не горели и не сообщали свой горелый аромат ребрышкам. Наливаю немного свежего масла, выкладываю ребрышки и отправляю ребрышки в духовку. Все время буду их переворачивать. Вот так выглядит баранья ребрышка. Баранья ребрышка уже приготовилась. Оно провело в духовке 50 минут при температуре 150 градусов. Потом его накрыл фольгой. Еще 10 минут при 150 градусах. И 20 минут при 120 градусах. После этого оно отдохнуло в холодильнике для того, чтобы жир уплотнился. Очень вкусная корочка. Но я не знаю, как его лучше разрезать, потому что если резать вот так, у нас будут ребрышки идти поперек движения ножа. Начинаем дегустацию бараньего ребрышка. Наша дегустация проходит под замечательный, очень приятный слуху аккомпанемент пшеничной браги. Вот так она поет. Но об этом потом. А пока бокал красного сухого вина. Это самое лучшее, что может подчеркнуть вкус бараньего ребрышка. Тем более холодного. Я обожаю сухие вина. Именно в них раскрывается все богатство вкуса винограда и мастерство винодела. Вот здесь по краешку у меня острый соус шри рача. Как приготовить острый соус шри рача, ссылочка вот здесь сверху. Ребрышки. Очень хороший, яркий аромат ярд можжевельника. Вот этот жирок, о котором я говорил, он прекрасно затвердел. И он очень вкусный. Сама верхняя корочка, это сорочина. Я ее специально не снимал. Она хрустящая, но я думаю, достаточно вкусная тоже. Мяска в ребрышках очень немного. Больше жирка. Но, скорее всего, именно при таком способе приготовления ребрышек, этот жирок будет очень вкусным. То есть тогда, когда он холодный. Давайте попробуем. Так, тут косточки нет. Пока без соуса. Внутри есть пленочка. Вот она. Друзья, что я могу сказать. Само мяско обалденное. Оно прекрасно жуется. Мягенькое. Отличное. Жирок. Это даже не жирок. Это больше похоже на вареное, ну как это говорят, вареное копченое сало. Делать вернее. Вот он настолько хорош. Ну, конечно, сюда нужно добавить небольшую корочку хлеба. Вот эта шкурочка. Шкурочка хрустит. Сухенькая, но жуется легко. Вот именно вот эта пленочка, которую я вам показывал в сыром ребрышке, и есть жесткая часть. Она не смогла размягчиться за такое короткое время при таких температурах. Поэтому мы ее просто будем убирать. Само ребрышко очень вкусное. Набор пряностей прекрасно дополняет вкус барашка. Попробуем из другого кусочка, где мяска побольше. Здесь уже есть косточка. Вот так. И теперь попробуем соус ширача. Чуть-чуть. Он очень острый. Ссылочка о том, как ферментировать соус ширача, вот здесь. Это второе видео. Смотрите. Аромат ширачи, это вы когда попробуете, вы поймете. Это настолько стильный, настолько аппетитный запах такого соуса. Аж слюнки потекли. Именно о таких ребрышках я мечтал всю жизнь. Потому что тушеные ребрышки, это совершенно другое блюдо. Ребрышки, которые только приготовились и еще у них жир горячий, его кушать абсолютно невозможно. Попробуйте съесть горячий жир. Другая текстура, другой вкус, абсолютно другие ощущения. А вот именно вот это, холодная ребрышка с соусом и, конечно же, с красным сухим вином, с хорошим красным сухим вином, это лучшее сочетание. Пшеничная бра, конечно, вообще поет волшебно. Друзья, нет, что я хотел сказать. Друзья, я очень доволен результатом этих ребрышек. Они восхитительны, они шикарны. Это одно из лучших блюд, какое я готовил из такого простого кусочка мяса. Попробуйте его приготовить именно по моему рецепту, и вы почувствуете разницу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу, вот здесь колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.